Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как установить рабочую среду AngularJS от компании Google. В среде AngularJS используется основной язык программирования Tapescript от Microsoft. Для того, чтобы установить AngularJS, нам нужно установить NodeJS, это сервер интерактивный. Дальше мы устанавливаем скачанный пакет NodeJS сервера. Ничего сложного в установке нет, никаких особых настроек у вас не спросят, просто нажмите next, 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 finish. Дальше нам потребуется Visual Studio Code, это редактор. Редактор страниц. Для работы с AngularJS нам потребуются не только страницы, но и командная строка. Командная строка использует утилиту CMD. Тут есть возможность нескольких запросов. Для этого мы можем выбрать, например, какой-нибудь вариант из четырех запросов и необходимый нам момент использовать. Дальше также мы можем удалить на совсем какой-нибудь из этих запросов. Если мы закроем, то вы не пугайтесь, все осталось. Все ваши запросы останутся. Дальше здесь есть галочка специально для того, чтобы прочитать какую-нибудь информацию об ошибке, например. И также можно уменьшить этот элемент интерфейса. Ну, давайте же установим наконец нашу среду и попробуем что-нибудь написать. Например, Hello World и добавить шрифты, покрасить текст. Для этого нам нужно зайти и прочитать официальную документацию. Я бы рекомендовал начинать установку со второго шага. Значит, что такое Моя ПП? Это мой ваш проект. В этой команде его можно назвать хоть одной буквой. А, Б, С, Д и так далее. То есть, вот это можно изменить. А все остальное это команда. Ну вот. Значит, дальше... 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 Мы должны установить модули. Потому что просто так... Просто так у нас не запустится. Вот, например, если мы попробуем запустить... Он нам выдаст ошибку, что у нас нету модуля AngularClee. То он установлен некорректно. Значит, мы заходим и устанавливаем наш модуль. Удаляем букву глобал и устанавливаем. А, Г это глобальная установка. Вот. Это соせて Моя ПП из онл creature heal. Красивая ноябилижает к декальной вот rather names. А, Б. Продолжение следует... 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 Мы заходим в клапку My Application, Source, Envoyment, ну и видим, что вот у нас здесь есть страница, через которые мы можем видеть наш сайт, то есть здесь мы можем с помощью программирования создавать даже свои теги, но это в следующем уроке. А мы зайдем и напишем Hello World. Значит, здесь, видите, здесь написано Welcome to Applications. А мы напишем... Вот. И что самое приятное, что этот визуальный редактор позволяет обновлять интерактивно данные, что нету, допустим, в Notepad++, Apache, там, ну, всяких связок, OpenServer или Scamper. Нажимаем, и у нас происходит изменение Hello World. Значит, у нас, вот видите, здесь переменная для темы, тема страницы, да, в данном случае тема страницы Hello World. А вот, тема у нас Title. И, значит, как нам переделать Title? Мы заходим в Компоненты. И, тема у нас, тема у нас АПП. А мы здесь написано от Никиты, Hello World от Никиты. Сохраняем. И здесь теперь у нас уже написано Hello World от Никиты. Вот. Что хочу сказать, как это происходит. То есть, мы благодаря... Благодаря... Вот этим вот директивам Передаем файлы Компонент.html Код. Код. Код из класса, в котором переменная экспортируется вот в наш HTML. Вот. А стили для этого HTML у нас содержится... У нас содержится Style URL в директиве. И последнее, что там было написано в документанте. Ну, давайте сделаем приятный свет. Здесь, как мы видим, у нас остается пусто. Вот. Ну, вот видите, мы поменяли шлифты. И покрасили. Также мы можем здесь написать... Допустим, другой цвет. Вот я хочу Orange. Orange. И сохраняем. Вуаля. И еще немножко хочу рассказать на HTML. Чтоб... Чтоб нам добавлять какие-то элементы сайта. Там поиск, формы, ну и другие элементы. То есть, на страницу нам потребуется в будущем подключать вот эти вот библиотеки. То есть, допустим, здесь мы переписываем ту библиотеку, которая содержит, допустим, формы там, для того, чтобы человек мог зарегистрироваться на сайте. Или форма поиска, когда уже человек зашел и ищет что-то на сайте. Вот. Все. За это отвечает импорт. Допустим, если здесь написать экспорт, то вот title не будет, переменная title не будет экспортировать значение from Nikita Popov, допустим. Спасибо за внимание. Да. Да. Продолжение следует...